Новости сейчас в эфире телеканала АЭС в студии Мадина Халикова. Здравствуйте и коротко о главных темах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Устилимске в военкомате местный житель устроил стрельбу. Он тяжело ранил военного комиссара Александра Елисеева. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев, врачи сейчас борются за жизнь пострадавшего. Стрелка тут же задержали войти Росгвардии. Губернатор, комментируя ЧП, сказал, цитата, В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Конец цитаты. Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности и просит всех сохранять спокойствие. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ и 222 УК РФ, на месте происшествия работают следователи Следственного комитета, а также криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в настоящее время уже задержан. Сейчас его допрашивают следователи Следственного комитета. Тем временем Игорь Кобзев проверяет организацию работы военного комиссариата в Иркутске. Первые мобилизованные из Приангария уже завтра отправятся в воинскую часть, чтобы пройти подготовку. Игорь Кобзев прибыл в военкомат Ленинского и Свердловского округов. Здесь вовсю идет работа с теми, кто попадает под частичную мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным. Во избежание ошибок и распространения дезинформации здесь все тщательно проверяют. Организация призыва на контроле губернатора. Игорь Кобзев пообщался с мобилизованными мужчинами. В основном у них возникают вопросы по финансовой поддержке от региона. Здесь алгоритм такой, говорит губернатор. Семь дней на получение информации из военкомата, еще столько же на перечисление средств. Размер областной единовременной выплаты – 100 тысяч рублей. Все финансы жители получат или члены семьи получат военнообязанных. Поэтому в течение двух недель, в течение семи дней нам представляют эти списки военкомат. И мы в течение семи дней перечислим ту сумму в размере 100 тысяч для членов семьи, которые определяют сами военнообязанные. Первые мобилизованные воинские части отправятся завтра на строю парней боевой. Часть повесток уже доведена. Часть повесток будет доводиться еще в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. Отправка граждан, призванных по мобилизации, состоится завтра. Граждане будут прибывать сюда в военный комиссариат с последствием убытия воинской части. Вопросы по доставке, питанию и логистике уже отработали. Проходить подготовку парни будут за пределами Иркутской области. А пока в ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях уже четвертый день активно идут референдумы о присоединении к России. Международными наблюдателями на них работают депутаты от Иркутской области Сергей Тен и Александр Якубовский, а также член Совета Федерации Андрей Чернышев. О своей работе в территориях парламентарии написали в личных аккаунтах в социальных сетях. После полученного ранения вернулся на Донбасс для участия в спецоперации в качестве добровольца и депутат Братской думы Денис Шепель. А экс-спикер законодательного собрания нашего региона Сергей Сокол ранее заявил о готовности отправиться в зону боевых действий. Это желание также выразили его коллеги Дмитрий Кубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Олег Колесников и Александр Бородай. Уже завтра в областном центре торжественно откроют стелу Иркутс в город трудовой доблести. Благоустройство территории вокруг монумента завершили. Иркутяне высадили там саженцы, рябины и кизильника. Иркутянка Татьяна Гайбура вместе с пятилетней дочерью Софии и двухлетним сыном Владимиром садят куст кизильника. Об этой акции женщина узнала в детском саду и решила, участвовать будут непременно. Теперь у семьи есть своё подшефное маленькое дерево. Да, постараемся теперь смотреть, как оно будет расти вместе с нашими детьми. На памятной аллее своё дерево теперь есть и у мэра областного центра Руслана Болотова. Это молоденькая рябина, как и остальные 150 деревьев. Здесь символ памяти о трудовом подвиге жителей Иркутска, да и всей области в годы Великой Отечественной войны. Мои бабушки, дедушки, дедушки на фронтах, а бабушки в Тулу работали на заводах. Мамина мама работала в Свирске на аккумуляторном заводе. Как раз им было по 14-15 лет, то есть они были детьми фактически. Но они работали практически круглосуточно. И вот это сегодня для меня дань уважения тем людям, которые ковали победу в Тулу. Открытие «Стелла» Иркутск – город трудовой доблести состоится 27 сентября. На телеканале «Аист» будет трансляция церемоний. Начало в 13.30. Оксана Проскова, Константин Синицын. Новости сейчас. Совсем скоро наступят холода, а это значит, что пора задуматься о покупке зимней обуви. Теплые, комфортные и стильные сапоги и ботинки из натуральных материалов по ценам от производителя ждут вас на ярмарке белорусской обуви для проблемных ног. Хотел бы пригласить всех жителей и гостей города Иркутска на ярмарку белорусской обуви во дворец «Спорт и труд». На ярмарке представлена новая большая обновленная коллекция зимней обуви, то есть на проблемную ногу, с натуральным мехом, с натуральной шерстью, натуральная кожа, с каучуковой подошвой, которая не скользит, не промыкает. Размерный ряд у нас идет. Женский до 43, мужский до 49 размера. Ну, все хорошо, подобрали сапожки красивые. Подобрала я себе сапоги зимние. Все хорошо, спасибо. Ярмарка будет работать до 30 сентября. Спешите за покупками. Город Иркутск, улица Ленина, 48, дворец «Спорт и труд» и город Ангарск, улица Гвинки, 22. Дом культуры «Нефтехимик». А мне легкая. А мне вкусная. А морсику. Ну, я что? А тебе наша любовь. Большая кружка, большая как любовь. Официальный дилер ООСПК. Телефон 72 95 58. Вы смотрите новости сейчас, и мы продолжаем. Мелодии известных произведений прозвучали на улицах Иркутска в эти выходные. Музыку исполняли духовые оркестры со всей России, из Московской области, Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев и других регионов. Были представители при Ангаре, и артисты сыграли композиции разных жанров в рамках второго фестиваля «Байкальские духовые ассамблеи». Дарья Макарова в сюжете расскажет о событии. Легким взмахом руки дирижера начинается выступление военного оркестра из Читы. Ранним утром он открыл концерт в центре Иркутска в рамках фестиваля «Байкальские духовые ассамблеи», который организовал Иркутский областной дом народного творчества. В этом году военные оркестры на фестивале выступают впервые. Коллективы из Читы, Юргы, Улан-Удэя и Иркутска показывают мастерство вне конкурса. Очень понравилось. Сразу видно профессионалы, играют, наверное, долго и давно. Мы просто сами музыканты и удивляемся качеству их игрок. Пока концерт в центре города радовал музыкой иркутян, в областной школе искусства и во Дворце детского творчества два дня шли прослушивание участников конкурса. Заявки подали взрослые и детские коллективы. Наш регион представляли музыканты Устилимска, Братско-Усольского и Иркутского районов. А это представители Тайшета. В оркестре смешанный состав. Участникам от 13 до 70 лет. Исполняют на конкурсе два произведения. Композицию из известного фильма «Солист трубач» и строевой марш гвардейцев-минометчиков Чернецкого. Как рассказал дирижер, музыканты увлечены, стараются показать свои возможности на сцене на 100%. Люди работают, люди стараются. В силу своих возможностей, в силу своих физических возможностей, здоровья. В первую очередь для духового музыканта нужно здоровье отменное. Потому что это все-таки большая нагрузка на организм. Кстати, коллектив из Тайшета выступил на главной феерии Байкальских ассамблей. На Большом плацконцерте около памятника Александру Третьему. Здесь показали себя лучшие по разным направлениям. Оркестровое исполнительство, ансамблевое и сольное. Все очень порадовали. Видимо, понимая ответственность большую. И то, что и жюри очень представительное. У солистов были представители консерватории. Мне очень важно было, чтобы обязательно были главные люди музыкальных вузов Сибири. Для того, чтобы было продолжение в обучении у детей дальше. Областной Дом народного творчества проводит этот фестиваль второй раз. В этот год, год культурного наследия народов России, особенно масштабно. Выступили 400 человек из 9 регионов страны. Зрители вживую насладились духовой музыкой и красотой праздника, где музыканты показали яркость творчества. Это невероятная семья, духовое сообщество, вообще Российской Федерации. Один, как все, и все, как один, друг друга понимают на языке музыки, общаясь. И общаясь, в принципе, на языке человеческом. Мы понимаем, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем. Это так всех нас объединяет. И когда это звучит одновременно, вместе и с этим посылом, мы, конечно, доходим до каждого, кто это слышит и кто это видит. Дарья Макарова, Сергей Коваленков. Новости. Сейчас. Футболисты клуба Иркутск досрочно выиграли чемпионат Сибири и Дальнего Востока. Это случилось после виктории в матче против бийского строителя со счетом 3-2. Для победы в турнире зеленым было достаточно сыграть в ничью, но уже в первом тайме на табло горели 2-0 в пользу команды Александра Штыня. Оба раза отличился нападающий Эдуард Богданов. Хозяева не сдавались и уже во второй половине встречи сравняли счет ничейный. Результат не устраивал Иркутя, но от победы никто не отказывался. На 83-й минуте Аркадий Бондаренко установил окончательный счет 3-2. ФК Иркутск – чемпион Сибири и Дальнего Востока. Уже в этом статусе наша команда обыграла аутсайдера турнирной таблицы «Алтай» из Барнаула. Более 30 боксеров из четырех регионов страны выбрали Иркутск, чтобы готовиться к чемпионату России. Турнир уже совсем скоро пройдет в Чите, кроме наших спортсменов. В областном центре сейчас тренируются единоборцы из Кемеровской области, а также Хабаровского и Красноярского краев. Почему перед главными соревнованиями года они выбрали именно базу при Ангаре, расскажем прямо сейчас. Василий Зверян уже знает, что такое успех на чемпионате России. В прошлом году он брал бронзу в весе до 86 килограммов. Как признается сам боксер, тогда для победы ему не хватило выносливости на длинной дистанции. Провел три тяжелых боя и уставшим вышел на полуфинал. Над ошибками, допущенными тогда, Василий работает сейчас вместе с боксером из Красноярского края. Цель спарринга – вовсе не решить, кто сильнее, а проверить сильные и слабые стороны. Всегда перед спаррингами ты настраиваешься, как будто это соревнование. И пройти этот этап, чтобы уже на соревнованиях было проще к нему подойти. И помимо того, что мы боксировали, то есть какая-то чувствительность ринга. И настрой, она остается, сохраняется и помогает настроиться на бой уже на соревнованиях. В Иркутске к новым победам готовятся не только местные спортсмены, но и приезжие. Один из них – хабаровчанин Иван Ступин. Он уже побеждал на чемпионатах России и континентальных первенствах. Много раз был призером всероссийских соревнований. Условиями в Иркутске титулованный боксер доволен. Выбрали эту тренировочную базу, скажем так, Иркутск. Нас пригласили, мы с радостью приехали, потому что тут есть определенное количество спарринг-партнеров, что очень нужно для тренировочного процесса перед чемпионатом России. И все условия тут тоже, в принципе, комфортные, нас все устраивает. Иркутская область на чемпионате России представит пять боксеров. Кроме Василия Зверяна, честь региона поедут защищать Василий Каверин, Олег Мошкарев, Денис Шевчук и Егор Шапочанский. Сборы у них идут уже вторую неделю. Тренируются дважды в день. В выходные – восстановительные процедуры. Массаж сауны и бассейн. Все по методике сборной России. Мы как только узнали, что будет чемпионат России в сентябре месяце, у нас практически с 1 января уже началась подготовка. Цель задачи, как говорят, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Каждый тренер думает, что у него боксер выиграет или станет призером. Так что мы все надеемся на лучшее, а уж там как ринг покажет, как жеребевка, там много таких нюансов. Для подготовки к чемпионату России также подключили и юниоров. Для них это отличная возможность поработать с более опытными боксерами. Боксеры, которые будут участвовать, они уже ранее прошли отбор. Это чемпионат Сибирского федерального округа, либо какие-то другие турниры, которые позволяли данным боксерам участвовать в чемпионате России. Федерация бокса организовала прежде всего сбор, предоставили площадку для занятия боксом, сделали условия для приезжих боксеров. Это проживание питания по минимальным ценам. Ну и организовали спарринг-партнеров для участников сборов. Чемпионат России пройдет с 30 сентября по 8 октября в Чите. Тренеры ставят на успех команды при Ангаре и надеются, что хорошее выступление поможет увеличить число наших спортсменов в следующем масштабном турнире, а также привести подобные состязания на иркутские ринги. Александр Гаврилов, Кирилл Шилин. Новости сейчас. Все самые актуальные и важные информации всегда доступны на нашем сайте stv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Такими новостями запомнится понедельник. Я же вам напоминаю, чтобы вы доверяли только достоверной информации. С вами прощаюсь. До встречи.